Амазас Бабаджанян До Берлина оставались считанные километры. Однако 11-му гвардейскому танковому корпусу полковника Амазас Бабаджаняна предстоял нелегкий путь. Сплошные завалы, заминированные перекрестки, а на наиболее важных отрезках танки противника. А как вести танковые бои на берлинских улицах? В городах танковая армия скована в движениях, уязвима между громадами зданий, особенно в узких переулках, объяснял Бабаджанян много лет спустя. Можно не сомневаться, что из каждой подворотни, из окон, с крыш на танки обрушат гибельный огонь. Что уж говорить о фаустпатронах. К вечеру 29 апреля танки Бабаджаняна вырвутся на кольцо берлинской автострады. А ночью будут обстреливать здания имперской канцелярии. Утром 30 апреля, когда на улицах Берлина еще идут ожесточенные бои, полковник Бабаджанян примет дерзкое решение. Наступать не только по земле, но и под землей. По тоннелям метро. Такого в танковой практике еще не было. Через несколько дней ему будет присвоено звание генерала. Уже позже Амазас Бабаджанян станет главным маршалом пронетанковых войск СССР.